Добрый день! Мы, как и обещали, приглашаем в гости в дом, который мы показывали в прошлом году, когда делали реконструкцию. Сегодня замечательная погода и хотим посмотреть, что у нас получилось, ну и надеемся на откровенный разговор с владельцем этого дома. Он с нами поделится опытом жизни в нем, эксплуатации. Когда происходит межсезонье, когда необходимо дом как бы немножко, ну так, привести в чувство, просто приезжает, ставится уровень, подкручиваются болты, он встает на место. Для того, чтобы понять, перекосило, не перекосило дом, достаточно сделать вот такую процедуру. Просто пройти и провести рукой по зауголку. Это уже секреты такие, потому что когда дом садится неравномерно, у него вот эти зауголки становятся, знаете, вот как вот у книги зубчики. Ну понимаете, он же не может развалиться. Его наклоняет вниз, и вы проходите, вот я всегда прохожу по дому, внутри, снаружи я уже вижу, где необходимо сделать какие-то вещи, подрегулировать. Потому что развалить этот дом невозможно. Вот у вас бомба взорвется, все каменные дома разрушатся, деревянные будут стоять. Его будет вот так вот колбасить из стороны в сторону. Точность сборки такая, что если где-то что-то перекосит, оно начинает где-то что-то вести. Потому что наверняка, когда вы начинали в нем жить, у него ночью были такие поскрипывалые. Вот эти процессы происходят из-за того, что изменяется влага. Потому что бывает иногда поставили увлажнитель в одном помещении. Ну, в спальне, да. Ну, здесь влажность, вот стоит бревно, оно 16 метров длиной. У нее вот в этом месте влажность становится одна, а там другая. Понятно, что его начинает потихонечку колбасить. Потому что, конечно, если применять систему увлажнения, этого не происходит. То есть, надо попить ему надо дать, понимаете. В двух словах, мы, как обещали, мы в прошлом году делали реконструкцию дома. Потому что этот дом построен в 15-м году, если мне память не изменяет, ему там 13 лет. Нет, в 15-м, да, в 15-м году. Причем он долгое время не эксплуатировался. Так случилось, что хозяин был в командировке. Ну, за это время погода, лес и все остальное превратили, в общем-то, достаточно такой невзрачный вид у него был. И мы в прошлом году провели даже не реконструкцию. Мы его вначале отмыли, а потом покрасили. Ну, какие-то вещи поменяли. И теперь, после того, как уже все это проведено, мы пройдем, посмотрим, что у нас получилось уже в чистом виде. Ну, и поговорим с хозяином этого дома. Я думаю, что этот опыт будет самый важный для тех, кто любит деревянное домостроение. Мне как-то сразу вспомнилось, как я его переделал. Как это плитка. Вот это вот, кстати, до сих пор современное. Вот 13 лет. А могу вам сказать, что плитка очень-очень популярна до сих пор. Вот эти вставки мы резали, мы заказывали специально. То есть, не просто, а мы так нарезали ее сами. И дом этот, вот, один из небольшого количества домов, когда он вот в таком современном виде, на самом деле. То есть, смогли поженить вот такие достаточно современные... Вот, смотрите, вот видите, о чем я говорил, да? Вот если рукой прокладываете, и у вас все нормально нет нигде, я просто хожу по дому, да, всегда щупаю, потому что люди это не замечают. А я просто хожу, щупаю и смотрю, как он где перекосился. Вот здесь вот немножко есть, вот на одном месте. Где-то, знаешь, где-то он немножко был наклонен. Это дом популярный у нас очень. То есть, он называется Леон. Вот, но, учитывая это здание, мы как-то вот хотели придумать что-то такое прикольное. То есть, вот, что в этом прикольного? Вот стакан мы такой сделали внутри. Он выстраивался внутри дома, и вокруг которого мы провели лестницу. То есть, если пройти за нами, идемте, я сейчас пока покажу. Эта лестница, она идет вокруг кирпичного стакана. Вот видите, даже сделали, чтобы головой нельзя было задеть. Хотя, проходишь, и даже если бы этого не было, она нормально себя ведет. И она выводит нас вот таким коридорчиком на второй этаж. На втором этаже здесь получилась вполне себе приличная большая ванная комната. Здесь все. Есть унитаз, есть умывальник, есть туалет. Это не основная ванная комната. Вот эта вещь, по-моему, себя оправдала. Она немножко размазала деревянную составляющую дома. Вот, и здесь такой просторный холл. Вообще, Леон хороший дом. Где находятся три спальни и хозяйская спальня со своим санузлом. Мы применяли лиственницу в качестве паркета. Но лиственница очень сложный материал. Мне тоже будет интересно послушать мнение хозяина. Как ему этот пол, как он себя ведет зимой и летом. Ну, потолки мы, видите, все вставляется, не прибивается. Уже за много лет мы абсолютно правильно применяем им такую технологию. Потому что стянуть недолго. Стянул, закрепил, и все. Ну, вот в нем две небольших спальни. Они мансардного типа. Достаточно небольшие и уютные. Здесь еще чувствуется, что пол слегка как бы двигается. Потому что те технологии, которые применялись 13 лет назад, и сейчас немножко отличаются от того, что было ранее. Поэтому пол слегка играет. Сейчас этого уже нет. Холлзейская спальня, она побольше. У нее есть свой санузел. Видите, такой комбинированный санузел, который мы в те времена уже делали. Где идет часть плитки, там, где необходима коммуникация. Ну, и само дерево. Ну, опять же скажу, что, в общем-то, все достаточно неплохо сохранилось. Ну, есть нюансы. Не буду скрывать. Вот, надо посмотреть, почему. Здесь вот за уголочки немножко разошлись. Это надо просто пройти и отрегулировать дом. Вот такой вот уютный. Давайте пойдем вниз, поговорим с хозяином дома. Ну, и, собственно говоря, расскажет нам, что чего и как. А так дом очень интересный и очень неплохо сохранился за эти 13 лет. Пойдемте. Хлопушка, мотор. Ну что, волнуюсь, честно скажу, очень сильно. Потому что, я повторюсь, мы ничего не придумывали. То есть, мы ничего, что будут говорить, как на экзамене. То есть, у меня нет шпаргалок, у меня нет ничего. Андрей сейчас все правду матку скажет. Вопросы одни и те же. Как живется в деревянном доме? Нужно строить деревянные дома или нет? Вопрос странный, да, строительной компании директора. Но, ну что делать? Может быть, пора переквалифицироваться на каменные. Поэтому мы спросим человека, который прожил здесь 13 лет. Послушаем вам мнение. Какие основные вопросы волнуют? Если бы сейчас начали строить дом, строили деревянные? Да, обязательно. Нет, ну мы изначально искали только деревянный дом, когда хотели покупать дом. Мы изначально искали деревянный. И поэтому нам, то есть, это осознанное решение. То есть, каменный дом не хотелось просто по причине того, что в городе каменная квартира. Я могу сказать, что до сих пор мы абсолютно довольны, что мы купили деревянный дом. У нас большое количество друзей, которые приезжают к гости, они, ну, по первой степени очень удивляются. Потому что все ожидают каменный дом. Ну, это в силу привычки, привычки, что загородный дом должен быть каменный. Они очень удивляются. После этого многие приезжают один, два, три раза. Я с ними тоже общаюсь, и они говорят, что действительно в деревянном доме совершенно другая атмосфера. Ты попадаешь, даже нет этого перехода как бы с улицы, вот ты вошел в дом и перемещаешься по дому. Такое ощущение, что ты все равно где-то находишься на природе. То есть, нет ощущения вот этого давления каменного, вот этого холода каменного. Здесь все равно совершенно по-другому воспринимаются все. И воздух другой чуть-чуть. И здесь совершенно по-другому ощущается все. Вот при переезде из города в дом ты совершенно по-другому воспринимаешь. Тем более, учитывая, что это было достаточно давно, и, насколько я помню, в те годы деревянный дом не был таким популярным. Мы очень долго искали, что именно деревянный дом. Причем, ну как там, предлагают, что деревянный дом, ну ты что, нормальные люди, всегда каменные, дом наша крепость. И найти человека, который будет относиться к деревянному дому с любовью и целенаправленно было сложно. Сейчас немножко изменилась ситуация, и он стал достаточно популярен. Это и в средствах массовой информации, и сильный мир, и сего многие живут в деревянных домах. Поэтому все стало по-другому. Почему я сказал, когда зашел, такое легкое дежавю. Я вспомнил там, как он рождался, я вспомнил, как он строился. Что касаемо, вот, скажем, влажности, причевоязыцах. Зимой вы ощущаете какие-то вещи, связанные с вами? Да, зимой есть нехай сухость, но у нас есть оборудование, которое позволяет эту влажность создавать. Тем более, мы просто иногда тупим камены, и вот чтобы не было избыточного сухого воздуха, мы ставим влажный тар. Ну да, то есть происходит вентиляция? Да, да. Ман постоянно работает, единственное, мы не ставим его в разных комнатах, мы стараемся ставить его только здесь, чтобы он вверх поднимался, а уже по комнатам не разносим. И это позволяет, в принципе, ощущаться достаточно комфортно. Даже при том, что камень работает, в принципе, нет такого сухости. И, наверное, очень часто стараемся держать дом на проветривании, чтобы воздух циркуляровал. Еще один вопрос. Здесь толщина 180 мм. То есть все производители брусок, занимаясь только производством, они, конечно, не слегка лукарят. Говорят, что надо делать потолще стены, понимая, что чем стена толще, тем дороже. Вы знаете, в этом доме огромное количество окон, да, и никто не спрашивает, кстати, о толщине окон, о конструкции, все о стенах. Вот давайте спросим, холодно ли человеку зимой? Тем более, зима была в прошлом году вообще, как это нормально, это минус 30, это было за здрасте. Как вы считаете, хватает толщины? Ну, полностью хватает. Более того, у нас система отопления работает практически на минимальном режиме всегда. Ну, вот видите, 250, 250, 180 достаточно. То есть мы не пытаемся никого разъяснить. Да, и при том, что большая действительно зона остекления, поскольку и сам дом изначально теплый, это хорошо сделал. И очень продуманно сделана вот система отопления и теплый пол. В доме очень тепло в любое время. Вот видите, это не последний человек и не первый, который говорит о том, что вот опыт эксплуатации говорит о том, что 180 миллиметров для нашей зимы, тем более, которая в последнее время достаточно суровая, вполне достаточно. И я вас уверяю, надо делать хорошо окна. Вот здесь вот, кстати, надо сказать, что здесь самые укомплектованные, если говорить языком автомобилиста, самые навороченные окна здесь отдельные стеклопакеты. Мы редко это делаем. На этом доме мы сделали. Здесь каждый импус делит окно на разные стеклопакеты. То есть в связи с этим, если разобьется, можно поменять легко. Ну и сделать его более, ну, скажем, герметичным, проще на маленьком размере, чем сделать его на огромном размере. Вот здесь стекло И применяется, здесь ультрафиолет не пропускает. Вот это важные вещи, на которые стоит обращать внимание. А толщина стены 180 миллиметров, уверяю, у вас более чем достаточно. Вы чувствуете, вот мы делали его из ангарской сосны, да, вот вы ощущали вот его дух, сон ли, вот как вот какие-то внутренние, поделитесь ощущениями именно внутренними, по здоровью. То есть как, есть какая-то разница между просто елкой там или и сосной? Вот эти вещи тоже всех волнуют, потому что мы читаем много книг, что там эфир, он как-то спится спокойно. Ну, спится здесь спокойно, я не могу сказать, что именно из-за дома или из-за леса, который вокруг. Здесь спится гораздо лучше, чем в городской квартире, если, допустим, в городской квартире там можно поспать 5-6 часов, ты встаешь чуть-чуть, не выспаешься, здесь в принципе, ну, я могу спать гораздо меньше и чувствовать это совершенно комфортно. Есть один нюанс, не знаю, связанный ли бы с лиственницей, из которой набран потолок или сосны, здесь комары не залетают в этот дом. Каждый раз, когда приезжаю, я каждый раз и себе, и другим, все-таки занимаюсь этим уже 20 лет, задаю вопрос. Хорошо дерево или плохо? Ну, знаете, кто прожил здесь уже больше 10 лет, я еще ни одного человека не услышал, который бы сказал, что, вы знаете, я бы поменял. То есть, если бы мне вернуть время назад, я построил бы из кирпича, я тихо, спокойно бы сидел здесь и штукатурил бы его каждый день. Этот дом потребовал реставрации фасада через, ну, будем точно, 12 лет после того, как его построили. И то, эта реставрация заключалась в том, что мы отмыли вот эти иголки, которые прилипли к дому и образовали такие желтые пятна. То есть, здесь не было ободранной краски, здесь не было, как и было, просто лесная грязь и иголки. Понятно, что там на черепице нужно было там что-то сделать, там деревья растут на крыше, тоже прикольно. Это сейчас модно, зеленая тема. Вот. Но, вы знаете, расскажите мне, пожалуйста, какой каменный дом, который ничего не делали в течение 12 лет с ним, продержится так? Я не знаю. Покажите, я посмотрю. Современный дом точно нет. Каменный дом — это каждый год штукатурить, каждый год менять краску, каждый год что-то делать. Поэтому мы голосуем за деревянные дома. Что еще хочу сказать? Ну, про участки, наверное, лесные или не лесные, это каждый убирает себе сам. Я думаю, это вопрос такой неправомощный, потому что, конечно, в лесу жить прикольно. Есть недостатки, но лесу прикольно. Что касается самого проекта, да, кстати, Леон такой. Одно время мы строили одни Леоны и одни Ангару. И на сегодняшний момент, кстати, количество заявок по Леону, наверное, у нас максимальное. То есть мы построили уже, наверное, разновидности 10, а то и 15 всяких планировок. У нас самый маленький Леон — это 260 квадратных метров, самый большой — там 420. Так вот, расскажите про проект, вот именно про Леон, если мы что-то добавим или убавим, то есть какое ваше мнение об этом проекте? Именно этот проект, собрать этот проект, он достаточно интересен для нашей семьи тем, что первый этаж — это достаточно большое открытое пространство. КПД большую, коридоры. И даже на этот момент мы очень долго думали оставлять, вот, допустим, вот эти два проема или загораживать один. Остановились на том, что надо все оставить, потому что получается большой касаться, которому очень удобно передвигаться. Мы тоже готовим часто, запах кухни никаким образом не беспокоит. И вот это пространство, он позволяет просто находиться большому количеству людей. Это, кстати, очень важно, вот объединенный зал, да. Нет, здесь никак не мешает, то ли это связано с хорошей вытяжкой, то ли это связано с тем, что, ну, можно всегда открыть окна. Но мы никак не испытываем проблемы, связанные с вот запахом отготовки. А во-вторых, самое главное — это вот это большое пространство, где ты совершенно спокойно можешь передвигаться. И там кто-то может группами собираться в одном месте, кто-то группами собираться здесь. То есть для семьи это очень удобно. И дети достаточно спокойно себя ощущали и могли заниматься кто-то уроками, когда они помоложе были. А с точки зрения второго этажа тоже очень удобно у нас двое детей. Там две комнаты, хозяйская спальня, раздельное санузло. Это тоже позволяет семье, вот из четырех человек, в этом доме чувствовать себя абсолютно комфортно. Гостевая комната, она, ну, мы ей не пользовались никогда, потому что никто не приезжал. Но с другой стороны, ну, не оставалась на ночь, с другой стороны, ее можно оборудовать и совершенно спокойно жить. Ну да, то есть достаточно для семьи, с двумя детьми. Камин, вы часто пользуетесь камином? Да, камин мы строили отдельно тогда, но мы им пользуемся только зимой, но не с целью обогрева. Это дымка сразу создает уют. Это да, уют, опять же, с бокалом вина, с друзьями, с семьей. Можно прекрасно, приятно провести, провести им. Камин небольшой, поэтому только создает декоративную... Ну да, потому что камин тоже такая притчево языц, и кто-то говорит. Я лично вам могу сказать, что у меня всегда были камины, но я их крайне редко эксплуатировал. Потому что надо тащить, вытирать, убирать, разжигаешь, дым идет. Ну, когда он начинает уже гореть, в общем-то, приятно, да, сесть. Дети подросли, и так боишься, что они там схватятся за стекло, там, камню потянутся. Ну, и все-таки в деревянном доме надо делать закрытые камины, вот как здесь сделан, по той причине, что дрова у нас не элитные, поэтому полететь куда-то по закону подлась. То есть лучше делать, не лучше, а просто мы очень рекомендуем делать закрытые камины и использовать их, когда он уже прогорит, когда уже там по хорошей температуре, нужно открыть уже гильотин и наверх поднимать, и да, тогда наслаждаться уже пламенем и всеми этим делами. Ну что, наверное, мы как бы будем потихонечку говорить спасибо за предоставленную возможность пообщаться с вами. И все-таки в воскресенье хочется отдохнуть и вам, и нам. Спасибо. Поэтому огромное спасибо за то, что вы... Вам спасибо. Да, мы обязательно подъедем к вам с регулировкой, то есть мы проведем как раз закончится сезон, это надо ближе к зиме, наверное, будет правильно сделать, вот, и отрегулируем, посмотрим. Двери там, а с кое-где не так, не до конца. Ну вот хотели в этом году сделать, не собрались. Естественно, проверим, то есть мы проведем такую вещь, а так, в общем-то, озвучим предложение абонементное, знаете, такие, чтобы не платить каждый раз, а там есть какая-то небольшая сумма, которая раз в году платится, и мы все равно будем приезжать, смотреть на системы. У нас есть и по дому услуга, есть услуга по котельному оборудованию, и там по очистке воды, то есть по электрике что-то протянуть никто никогда в жизни не берет отвертку и не протягивает, а уже, наверное, это надо сделать. Поэтому мы это все озвучим, и, в общем-то, надеемся, что контакт между нами будет продолжаться. Спасибо вам огромное.